Он перенес 31 курс химиотерапии, победил Лейкос. К нам в регион накануне приехал амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров. Все это в рамках всероссийского марафона «Давай вступай!» Орел стал 47-м городом. Мы уже добрались до Орла, прошли всю Сибирь, Урал, на севере побывали в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге. Вот сейчас двигаем в сторону Кавказа, вот, и, ну, миссия, наверное, наполнить информационное поле о том, что донорство безопасное, простое и очень важное. В рамках проекта Артем Алискеров каждый день пробегает марафонскую дистанцию в 40 километров. За все время проекта он на своих двоих преодолел дистанцию почти в 2000 километров. Все, чтобы привлечь внимание к донорству костного мозга. И в отличие от донорства крови, есть сложность в подборе пары. Донор – реципиент. Вначале сдается пробирка с образцом. Вот эта пробирочка потом уезжает в типирующую лабораторию. В лаборатории уже проводят доскональное типирование всех антигенов, которые есть в организме того или иного человека. И вносят его в соответствующую базу, которая и называется – федеральный регистр доноров костного мозга. Но на этом этапе донор все-таки считается потенциальным донором. Гражданин считается потенциальным донором. А вот когда он подойдет уже кому-то, должно произойти полнейшее совпадение, стопроцентное совпадение. Простыми словами, костный мозг – это своего рода фабрика по производству клеток для нашей крови. И если в этой фабрике что-то ломается, то привычное переливание крови не поможет. Есть такие ситуации, когда что-то ломается на уровне гемопоеза, то есть на уровне рождения самих клеток в организме. И вот с такими заболеваниями для людей очень важна пересадка, трансплантация конкретно костного мозга. Примкнуть к армии помощи могут все желающие от 18 до 45 лет. Роловчане могут сдать биологический образец напрямую в Орловской станции переливания крови и войти в регистр доноров. Из-за противопоказаний, которые относятся к соматическим заболеваниям у человека, это могут быть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. В общем-то, в принципе, противопоказания схожи с противопоказаниями к донорству. Ну и, конечно же, это отсутствие гемотрансмиссивных инфекций, таких как гепатиты, ВИЧ, сифилис. Сегодня в Орловской области проживает более 650 граждан, состоящих в федеральном регистре доноров костного мозга. И благодаря таким акциям, как «Давай вступай», это число будет расти. Андрей Пакосян, телеканал «Первый областной».